Сегодня на библейском портале «Экзогет» мы вспоминаем Вознесение Христова. У пророка Исаии, 52 глава, 13 стих, мы находим следующие слова. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится». Вот это слова Бога Отца о Боге Сыне. Чудо Вознесения Христова – это и есть чудо обожжения человеческой природы. Вознесение происходит именно человеческой природы в истинном человечестве Христа Иисуса. Ибо если говорить о божестве, то божество неподвижно. В том смысле, что Бог, будучи вездесущим, Он присутствует в каждом мгновении времени и в каждой точке пространства, как Творец материи, а значит и пространства, и времени. Но Христос и становится человеком, нас ради человек и нашего ради спасения, чтобы в своем человечестве приуготовить для верующих вхождение в небеса. И мы знаем, что встреча с Господом в его втором пришествии, встреча церкви, она будет проходить на воздусьях, когда верующие воскреснув будут подниматься, то есть переживут собственное вознесение, в сретение Христу-жениху, который будет входить в реальность этого мира. И в 23-м псалме мы находим такое восклицание. «Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы». Господь в день Вознесения возносит нашу человеческую природу в мистическую жизнь лиц Святой Троицы, когда восседает в человеческом теле, одеснуя Бога Отца. И давайте вспомним, что по закону Моисееву, когда приносилась жертва, то кровь этой жертвы надо было внести во святая святых и покропить этой кровью все, что там находилось. Так вот, Христос входит в небеса не с кровью агнцев и тельцов, а со своей собственной кровью в своем собственном теле, чтобы стать вечным ходатаем за наши грехи и преступления. Как и сказано в Писании, един ходатай, един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. То есть Христос выседает как истинный человек в истинном человечестве своего тела, человеческой души, одеснуя Бога Отца, являясь при этом и истинным Богом. Что позволило апостолу Павлу сказать, что во Христе Иисусе и мы посажены, одеснуя Бога Отца. Ибо с момента Его Боговоплощения Он становится нашим сателесником, и любое действие, связанное с Его человеческой природой, обуславливает то, что ожидает и нашу человеческую природу в будущем. Когда Христос возносится на небо, об этом рассказывается в книге «Деяния святых апостолов», то апостолы смотрели, как его ноги оторвались от земли, как он поднимался все выше и выше, пока облако не взяло его из вида. И тогда появились два ангела в белоснежных одеждах, которые сказали ученикам Иисуса Христа, что как Он вознесся на небо, так Он и вернется. И с этого момента история церкви – это становится историей ожидания, когда же опять Христос явится в реальность нашей жизни. Но что самое главное для нас, что мы должны усвоить из чуда вознесения Христова, это то, что Он стал вечным ходатаем за грехи рода человеческого пред Отцом Небесным в момент вознесения, когда Он воссел на престол слабы, одесной Бога Отца. Ибо с этого момента Бог Отец смотрит на все человечество через раны своего Сына и видит нас не просто прощенными, не просто помилованными, а именно оправданными, как и сказано в Писании, что Христос принес нам оправдание. Это то самое оправдание, о котором и пророк Исаия говорит, «Если грехи ваши, как багряные, как снег убелю, как пурпур очищу». И имея такого ходатая на небесах Сына Божия, Бога Человека, Христа Иисуса, мы сыновьей преданностью в этот день возносим особую хвалу Господу, что Он свой крестный подвиг, которым искупил нас, свое воскресение из мертвых, которым оправдал нас, вот это величие, мук и радость воскресения вознес на небеса, воссев на престоле, одесной Бога Отца, нас ради человека и нашего ради спасения. И когда мы умножаем молитвы, особенно в период скорбей и переживаний, мы знаем, что там на небе во святая святых Царствие Божие есть ходатай, который и вознесся для того, чтобы стать таковым. Как некогда древние пророки говорили, точнее, Господь вопрошал через них, кто встанет в проломе? И не нашлось человека, который смог бы встать в проломе, который образовался в результате грехопадения между Богом Отцом и всем человечеством. И в книге Апокалипсиса тоже сказано, что искали на небе и на земле, кто может открыть книгу жизни. И только один, который становится в проломе, это Бога-человек Христос Иисус. Он есть тот, который открывает книгу жизни для того, чтобы наши имена были записаны на ее священных страницах. Чудо Христово Вознесения – это чудо обожжения человеческой природы. Как мы определились, само Божество, как вездесущее, оно неподвижно, но он возносит свое истинное человечество силой Божества для того, чтобы и нас в день своего второго пришествия вознести в сретение себе самому. Итак, мы вместе с апостолами в этот день как бы провожаем Христа своим взглядом, взирая на то, как он покидает этот мир, и, имея обетование, что как он уходит, так он и вернется, мы переживаем собственную историю ожидания, когда небеса шумом придут, появится крест, знамение Сына Человеческого на небе, и Христос опять явится в этот мир. И чудо его возвращения обусловлено чудом его вознесения, ибо вознесшийся не покинул нас, он не устранился от нас, как он говорит апостолам в день вознесения, сея с вами во все дни до скончания века. Как и сказано было Христом ранее, где двое или трое соберутся во имя мое, там я посреди. Но он возносится, чтобы быть вечным ходатаем за наши грехи, за наши преступления и наши падения, чтобы чудом своего воскресения, силой жертвенной крови ходатайствовать пред престолом Отца Небесного за каждого верующего в него православного христианина. С праздником! КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ